знаете что ребят я на грузовой ни разу не ездил через лефортовский туннель раньше было запрещено грузовым машинам лёха ты тут по моим дадят живешь лёха привет лёха тут дед живет но мне сказали вроде как сказали что грузовым можно все-таки через лефортово ехать раньше были это самое типа у грубое нарушение было вроде бы как говорят сейчас вроде разрешили грузовикам ехать это самый по моему длинный большой туннель знак 42 метра ребята смотрю заворачивали неплохо бабахнул вроде проходим а я раз помню работал когда ребят на камазе да было дело а куда ехать то правильно я туда правильно ништяк тут вообще все симпатично с центра поехал короче я на камазе с низкой кабина был второй камазом и поехал который на его 5490 кабина высока плюс полер и мы с ним поехали с центра нам на сторону када и в сторону вышли рублевки и едем короче всем покажу интересную такую штучку я еду я же глаза закрыл я думал не пройду слышу козырьком прям дынька очень низко было фото и пограничитель высоты зачеркана видите весь вот прошел я все добро пожаловать самый длинный туннель москвы я короче на камазе тиркнул врачу кричу для малый грудь я козырьком задел и под мостом тирк 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 козырьком и он прям кабины как садил вот в эту перекладину но не кабиной а вот прям вот этот спойлер прям прижало кабине ну и все равно кабину да тоже чуть прижало но не уж присела к мотору вот так вот на грузовых машинах ездить разгружаться по москве вроде по документам можно ехать нарушая но под знак можно потому что то если в центре разгружаюсь да у меня адрес в центре и там стоит знак запрещено но я по любом туда поеду как бы потому что у меня там разгрузка в правилах дорожного движения даже написано что если этом разгружать что я имею право туда заезжать и мы там разгрузились я так понимаю там одну рядышком было с рублевка где-то и я думаю кто с центра выезжал данном к принципе помните а там кстати помните ролик в тик токе везде по всему интернету гулял миксер короче плиту приподнял и на легковую короче плита упала вот это там было и менты нас там на посту хлопнули но меня как бы пропустили ничего из-за того что я ничего не повредил ничего не навредила 2 камаза они по моему нагрели тот спуск 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 долгий спуск в этом туннеле помните дать считался раньше самый опасный туннель зимой вот вот что такие кошмары тут происходили в этом туннеле лефортово чувствуется надо посел нас к не такой хуйни не было заливает а как и бутся вши на голове вот это вылупил я насквозь мокрый пока от охраны забежал смотрите это двери открыл залез закрыл залило шорта насквозь этот ливень пошел на храм записался этот в пушкина где-то где-то на погрузке типа дам так ребят бывает дожди дожди все ребята я дождался своего заезда дали карту схему как заезжать сказали первое второе здание проезжаю налево у а чё тут за моря моря океана кого то здесь однако ну вот ребята загрузили почти уже полная фура пылесоса и бензопила ну все в принципе вот такой склад здесь загрузили а ты опечатать пломбы уже ночь кому надолго выдели конечно однако здравствуй малыш загрузился пломб повесил ждем документ теперь ребята ждем документы пока позвонят скажу документы готовы приходите пожалуйста долго короче конечно по стройкам быстро приехал закидали уехал раскидали приехал уехал х будем чили часы тут не документов дали целая так пропуск я короче простоял очень конечно много бля теперь нужно лететь на разгрузку по пошли домой пошли нашли щелку так пальчиком просто чик и домой ну и правильно к по поевой в хуку куку его находится какая ночка темная такие яркие такая я я люблю спасибо тебе самое что интересно ребят вы долго будете смеяться но мне на выгрузку ехать 3 километра и 200 метров ну вот короче моя точка выгрузки в бау центр а прикол до 3 километра проехать 3 километра 200 метров вот это я понимаю загрузка серьезная самое что интересно ребят машине поверните направо я тебя услышал самое что интересно оплатят за часы как за 12-ти часовой день да да поэтому все хорошо здесь загрузился 3 километра проехал разгрузился а заплатили как за 12-ти часовой рабочий день нормально нормально просто заказали фуру для это перемещение перемещение товара пока собрали пока перебрали пока перегрузили пока перевез 12-го прошло через полтора километра бабло карман ну вот полчасика подождал колбаски кусок погрыз зубами я ведь ребят везде ничего не ел представляете пока туда пока сюда не столов ничего нет поэтому я теперь понимаю что нужно запасаться плиткой и чайником кофе хочется попить пожрать хочется наверно сюда надо встать я думаю только такие малые перекусы на самосвале а нет когда на рц везде тортишь о пока все спят а мы работаем пылесосы какие-то привез чтобы было чем порядке наводить ну вот ребят это все мое добро выгрузили бензопиладушка это есть пылесосы короче все меня разгрузили опа опа весь товар мой отъезжаем закрываемся ждем документы здесь так легко прям бабахнуть дверь аккуратненько надо а теперь самое интересное уже знак валяется кто-то знак завалил выезжать здесь очень узко и заезжать тоже здесь здесь бы еще не снести здание углом тут же угол вылазит вроде ну что там вроде а то я смотрю тут знаки все повалили все погнутые знаки один вообще оторван и ребят я тут короче приехал мочевину залить и у меня тут короче вопрос возник а почему на дафе нельзя было бак мочевины на крышу захуярить ну что вообще ни хуя не смог залить вот я мучаюсь смотрите уже сколько мочевины разлил я попробовал большую лейку я уже маленькую попробовал дело в том что она туда до конца не лезет если здесь так загнуть то ты сюда точно ничего не зальешь потому что она выглядит так вот прям по максимуму я изогну как мог я начинаю канистру переворачивать соответственно она набирается и вот так вот начинает провисать и просто так вот хуянь и все разливается охуенно да есть трубочка которая идет нам очевидно накручивается знаете да такой сосок вот вот так этот сосок он просто не достает туда вот это больше не откидывается сосок он длиною ну приблизительно где-то сантиметров 10 соответственно я если здесь беру переворачиваю канистру то мне этот сосок туда хуй влазит ну его просто тупо не достает я вот стою и и думаю ну а почему бы и нет вот я на дафе работал мочевина здесь было на вольве здесь было на скане здесь было ну нахуя не засунули сюда под кабину ну а что взяли бы захуярили вот сюда бы вот просто вывели чтоб со стремянкой заливать а? уебище реально уебище ну канистру поднимаешь на уровне головы и пытаешься вот туда 100 грамм попадает и ты знаю она текет у меня струя блядь больше с утра чем блядь когда заливаешь ее блядь попробуйте двадцатку подержать над головой блядь сука это надо какую-то грушу наху придумать на крышу канистру ставить блядь или как как вот просто нахуй заливать когда эта ебаная горловина мне блядь в нос дышит хотите посмотреть как это заливается полная канистра у меня еще полная двадцатка напрягаем пупочек пизда весь мокрый я даже не могу сосредоточиться и держать гибало трясется как у алкаша нах и руки тоже как с будуна одну канистру залил бак весь в мочевине нахуй все в мочевине как вот по другому нахуй еще заливать если кто-то думает что я нихуя не умею заливать можете в принципе это написать я других вариантов не вижу можно конечно канистру засунуть в бардачок и шлангом ее сливать либо ее засунуть на крышу из крыши сливать по а и и и и и и и и стол банкетная наверно меня ждали но я парень скромный попросил мне отдельно хочу сухар чо такой здесь красивый зал сейчас будет для меня песни петь жить будем доброе утро я на погрузке кошки мышки играет крыса затоптали я буду по ходу грузить вот такие вот листы ребят металлические приготовил ремни сейчас будем смотреть просто куда их втыкать я не знаю какой груз длиной будет ну вот ребята погрузочка идет уже почти загрузили сверху там пластик лежит весы сейчас будет завешивать меня это понимаю взвесит и уже поедешь спокойно будешь знать сколько по осям как будет пробивать не будет это не будет давай 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 оп мая переехал назад чуть-чуть прям вперед прицеп ребята загрузился взвесили далее даже как вы видите мои веса вот что с айфоном происходит вы не знаете где автофокус этот ебучий айфон ну вот я и загрузился можно ребята выдвигаться в казань казань встречайте казани погуляем пойдем со мной лёха пойдет не пойдет а поедет вернее что бы не скучно было штурма на собой взял студента а он стоит за охраной ждет меня пропуск надо отдать как скажете такси подано такси подан алексея не плотно шлюпки что за шлюпки тут мои шлюпки пару слов сделай туда-сюда и сыновой седая ночь в таких да только ей доверяю я магнитол то нет будем слегка песни петь ехать вот я сейчас запою ща спою да да налево поем по встречке на варичке а чё в принципе я думаю ничего страшного нам правее он туда и двоечка прогрессики вы где блюд середка правильно плюс середка на плюс середка бака бака минус вот полосками смотри лёг лёг уже что-то там ковыряет чинят подчинил уже шнад неисправных двигателей а тут ребята я сто лет не был это а 107 ну тут что движняк какой-то мутный как нам на скат попасть опа опа ну-ка а вытащи вышки она может ночью на включать да и тут же видно все а возможно еще и прикуритель не рабочий да может там еще а попробуй на язык по поводу положить на помощь как раньше проезжали на языке он не шеется значит а если местами поменять провода либо загорится липс горит правильно ну конечно как в том анекдоте у тебя есть два пути на либо горит синица в руках камера мотор давай поехали вспышку о те говорил ты минус там плюс красота бляда я все говорил все рабочие вот ночью включим будем ехать улыбаться и песни будем петь когда-то ребята я на дафе возил вот этот склад строили когда только устроился прогресс на эти склады возили последний склад вот этот строили с поля помню тут ничего не было чистое поле буксовали прилипали вот здесь вдоль леса ну кто смотрит самого начала в принципе помните наверно да а вот теперь видите склад готов работает хорошо тебя я привязан на 85 а еще резина подточена тоже 83 салам пополам братишка на него с утра проснулся глянула улыбаюсь настроение поднимается все ли кто снимаешь всем здравствуйте салют контент пиле далее здесь сразу можно короче это редактируется посмотри стоял к и поедем просто постоим минуту это если чё ребята просто охрану собой везу везу опасный груз нас никто не обидит далек что только мы можем обидеть давай лег на связи собрать невкусно поехали поехали а дверь принес еще такое бы ты вид яблоко дикушку а ты пробовал это вишня сам-то вишня жопу завязывает она вяжет до куда в дверь в отбой ну сейчас мы вот мы опять вырубишь да она точно это не волчьи ягоды не пропрестаешься поэтому и так много нахуй никто не рвет поэтому на полу валяется не попал и славы цветов нарвать тебе еще блики пока дадим попросим уж лестница нам пожарит на вишню да похоже это голодный а вот ребят собственно пробка зачем было на крыше подлежит я вам газа но сама свал что-то подрезал что целый нет казань 650 50 и с той стороны дтп блять удобно его хочу давай давай еще три еще три штучки сделай нормально там вообще не горит горит и фаре тоже или я не одни горит горит не горит 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 все четко да лег от счастья отдел до солнца светит базара нет базар магдал тепло просто понимаешь блики блики от лобовухи ребят просто трэш от пескоструйная лобовуха и вот эти прям такими паучками какими-то жучками едешь щуришься блять очки одеваю как как в домике но в детстве я в домике горячие и я не и